Так, коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я являюсь как действующим консультантом-аналитиком, так и водителем проекта, функциональным архитектором, в зависимости от масштаба проекта, команды проекта. Я могу, в общем-то, любую роль исполнять, люблю работать руками, поэтому на всех ролях могу быть задействована, и со всех сторон проект знаю, всю проблематику знаю, стараюсь я как можно более жизненно рассказывать, объяснять, показывать. Сегодня у нас с вами тема средства интеграции с 1С документа оборот. Мы рассмотрим, какие, в общем, есть у нас средства интеграции, какие мы можем использовать, и посмотрим на примере наш документ оборот 3 интеграцию с ERP, то есть посмотрим живую базу, что у нас и где настраивается, какие кнопочки нажимаются, как это выглядит, как это интегрируется. Вот, то есть наиболее актуальная тема, это, конечно, у нас бесшовка сейчас, бесшовная интеграция поголовно практически везде внудряется. Так, мы, наверное, основной объем гостей сейчас уже видим у нас в вебинаре. Думаю, что участники еще у нас будут подключаться. Я думаю, что мы можем основной наш спич начинать. У нас с вами тайминг час. В час мы должны уложиться, рассмотреть все наши основные вопросы, посмотреть на базе пример, как у нас настраивается интеграция. Общаемся мы с вами через чат, то есть у нас есть чат, вы можете писать мне сообщения, я их стараюсь оперативно просматривать. При этом, если даже какой-то вопрос у вас остался неотвеченным, мы на него обязательно ответим, потому что по итогам вебинара у нас с вами будет рассылка с презентацией и с вопросами с вебинара. То есть, если что-то какие-то вопросы остались, мы на них ответим и в рассылке тоже вам направим. Также бывают вопросы на вебинаре, которые мы так просто не можем рассмотреть в текущем моменте. Там нужно копаться немножко в ваших процессах и понять более глубоко вопрос. Поэтому каждому участнику вебинара мы даем возможность встречи индивидуальной, то есть именно с вами, именно по вашему вопросу, разбор вопроса, ответ на вопросы какие-то, анализ конкретно вашей ситуации. То есть совершенно бесплатно. У нас сейчас консультации, встречи вводные, он у вас есть. Контакты наши указаны сейчас на слайде. Я смотрю, еще у нас гости подключаются, поэтому я такой вводный текст еще говорю. Вот. Запись будет. Частый вопрос. Вопросы пишем в чат, вопросы пишем в чат сразу, не отходя от кассы, потому что потом вы про них забудете, и мы забудем на них ответить. Лучше прямо сразу пишите, как только они у вас появились. Постараюсь по максимуму встроить в свой монолог. Диалог такой с вами более постараюсь через переписку выстроить. Вот. Ну, так что по возможности активнее пишите. Итак, мы с вами приступаем к нашему вебинару. У нас с вами некий план вебинара есть. Он сейчас перед глазами. То есть мы поговорим сначала в общем, что такое у нас интеграция, для чего она нужна, для какой цели служить, насколько актуально. Поговорим с вами про веб-сервисы, поговорим про бешевую интеграцию. Конечно же, это у нас самая главная тема на сегодня. И затронем универсальный обмен данными, что это такое, для чего используется. И также затронем работу по технологии улучшенной системы FRESH, что это такое, для чего она, зачем используется. Ну, конечно, основная все-таки у нас будет бешевая интеграция. Ее пример мы будем рассматривать. Так, для того, чтобы вас сильно не отвлекать своим видом. Я, ну и не занимать канал, я свое видео выключу. Я думаю, что вы меня все увидели. И мы с вами уже пойдем в презентации. В момент, когда нам нужно будет видеть 1С, документы обороты ERP, я переключусь на показ 1С. Так, давайте еще раз связь проверим. Я думаю, что все готовы. Напишите букву Г в чат, если мы готовы. Так, кстати, забыла сказать, я же и администратор здесь, поэтому все ваши чаты я читаю. Принимаю вебинарную комнату у вас я. Если вдруг отключились, не переживайте, у нас записи будет. Так, ну, в общем, про документы обороты я сейчас заострять внимания не буду. У нас используется обычный интерфейс наш такси 1С. Конечно, документы обороты немного отличаются визуально от всех систем 1С. Я бы сказала, сильно отличаются тем, что он более дружественный, более понятный. Визуально у нас есть виджеты, которые мы видим на нашем рабочем столе. Скажите, а кто работал с документ оборотом вообще с каким-либо? То есть вот я сейчас немножечко увеличу наш экран. Мы дальше в 1С будем работать, увидим документы обороты. И так у нас выглядит начальная страница. То есть у нас помимо букв и цифр еще есть виджеты, которые нам говорят о том, тех событиях, которые важны для нас происходят и позволяют улучшить нашу исполнительскую дисциплину. Помимо того, что у нас дружественнее интерфейс у документа оборота, и такая особая задача заключается в том, что обычная система крутится вокруг денег, вокруг финансовых потоков, а документы обороты – это система, у которой центр вселенной – это документ как таковой. И его жизнедеятельность, его движение. Поэтому принципиально эта система отличается своим сердцем. То есть это то, вокруг чего все крутится. Это документ, и вокруг него крутятся задачи, вокруг него крутятся настройки прав, настройки бизнес-процессов. То есть все-все-все это вокруг нашего главного документа. Вот. И еще одно отличие, очень-очень-очень важное, что, наверное, документы оборот – это у нас самая интегрируемая система. Потому что все остальные системы у нас нацелены на то, чтобы организовывать, обеспечивать финансовые потоки, контролировать их, выстраивать так, как надо. Это не, по сути, считать деньги. Вот. Система документа оборот при этом, она такая главная система по документам. То есть она собирается у всех систем документа оборот, организовывает эти процессы согласования. Та боль, которая нас всегда преследует. То есть когда мы там четырехэтажные письма пересылаем, огромные цепочки пересылаем в почте, пытаемся что-то согласовать. И потом на основании этих согласований у нас в финансовых системах начинаются проблемы. А что мы где согласовали? Где у нас договор? Почему такая сумма? Почему какие-то условия к мелким шрифтам мы не заметили? У нас теперь при закупках или при продажах какие-то проблемы появляются. Где мы чего согласовали? Вот эта вот спасительная таблетка – это наш документ оборот, чтобы это все автоматизировать. И поэтому, в общем-то, с любыми финансовыми системами очень актуально документ оборот использовать. А чтобы использовать совместно, это нужна интеграция. Поэтому вопрос интеграции – это прям очень-очень актуальнейший. Особенно сейчас, когда у нас IT очень сильно расширяется, когда у нас уже пространство и расстояние не имеют значений. Где у нас люди находятся физически, где у нас физическое производство находится, где у нас физически бухгалтерия находится. У нас самое важное, чтобы системы видели друг друга. И каналы связи работали. А тут, конечно же, это вопрос нашей интеграции. То есть назначение любой интеграции… Интеграция – это связь между системами. Вот назначение любой интеграции – это создание единого контура, когда у нас в едином контуре находится управление учетно-предприятие. То есть нам не нужно ехать физически на производство и там что-то смотреть. Нам не нужно заходить в канцелярию и спрашивать девочки, а вы вот этот документ распечатали. Вы все видите в едином контуре. Достаточно нажать одну кнопку. Не нужно переходить в 10 программ. Не нужно переходить там, открывать 10 окон, знать все логины, пароли. Вы заходите в одно окно и максимально видите информацию необходимой. Там, в одном окне. То есть системы сами общаются между собой, независимо от того, где они физически находятся, кто в них вносит данные. Системы сами общаются между собой и выдают ту информацию, которую нужно пользователю, где бы он ни находился. Поэтому самое важное во внедрении, в интеграции систем, это не техническая даже составляющая, а самое важное описать, кому какая информация в какой момент нужна и кто в какой системе при этом ее хочет видеть. То есть при настройке интеграции это самое важное, самый начальный этап, когда нужно понять, вот у нас перечень участников всех процессов. И вот этому бухгалтеру нужно видеть в бухгалтерской системе вот эту цифру именно в этот момент. Казначей должен создать этот документ в определенный момент времени и получить задачу, чтобы не забыть этот документ создать. То есть очень четкое описание процесса и понимание, какая информация кому должна быть доступна, это самое важное в интеграции, в описании интеграции. Вот. Когда у нас это уже готово, тогда мы можем понимать, что же мы будем, какие средства интеграции для этого использовать. То есть учитывая все наши нюансы, учитывая нашу систему безопасности на предприятии. Можем мы там, допустим, свою базу публиковать или нет, какой-то общий доступ давать на вебе. То есть все-все-все ограничения, когда мы их описали, когда мы описали все процессы, все требования, мы понимаем, какой инструмент нам для этого может подойти. Вот. Средство интеграции, оно должно обеспечить самую главную задачу, чтобы оно не усложняло жизнь людям, нашим сотрудникам, а чтобы оно упрощало жизнь сотрудникам, чтобы оно минимизировало время на поиск информации и на вот эти заходы, зайти в другую систему, что-то там поискать. Вот. Путь от пользователя до информации, он должен быть самый короткий. Если мы используем самые новейшие технологии, при этом у нас пользователь не понимает, куда ему нажимать, значит, мы делаем вообще что-то не то, точно идем не туда. Наша задача для интеграции сократить наш путь от пользователя к информации. Итак, мы поняли, что кому нам нужно, в какой момент предоставить, какие у нас есть ограничения, и тогда мы понимаем, что мы можем использовать. Говорим сначала о веб-сервисах. Что это такое? Веб-сервис – это такой универсальный наш инструмент, который позволяет любой системе получить доступ к определенным функциям конфигурации, к информации, к конфигурации. Вот. Для этого у нас, получается, наша программа публикуется, используется, ну, для документа оборота можно использовать следующий веб-сервис, обычно используется документ оборота DM-сервис, DM-М-сервис, Message-сервис, и веб-сервис SVD. Суть в чем? Когда вы принимаете решение, что вы будете использовать веб-сервис для интеграции, важно понимать вас, в вашей организации вообще, это допустимо или нет. Часто сталкиваемся с тем, что запрос у нас на то, что нужно все-таки веб-сервисы использовать изначально, и потом, когда мы начинаем проводить обследование, погружаемся в требования, понимаем, что внутри данной конкретной организации политика безопасности обусловлены сложности с использованием веб-сервисов. Вот. Это быстро, это удобно, это универсально, потому что можно общаться с разнородными программами через веб-сервис, но здесь есть некие ограничения. Вот. Это нужно учитывать. Для бесшовной интеграции веб-сервис у нас также используется. То есть, если мы говорим о бесшовной интеграции, которая у нас сейчас очень популярна, и большинство запросов у нас на внедрение документа оборота с учетом того, что мы будем настраивать бесшовную интеграцию с другими системами. Скажите, а кто-то использует сейчас, может быть, внедряется на стадии внедрения бесшовной интеграции, либо уже внедренная есть бесшовная интеграция, может быть, на каком-то начальном там этапе с одним из двумя видами документов, и планируется там дальнейшее развитие. Вот скажите о своем опыте, скажите, был ли такой опыт настройки бесшовной интеграции? Может быть, пользовался там. В чем суть бесшовная интеграция? Бесшовная интеграция нам позволяет находиться в интерфейсе одной системы, то есть вы работаете в ERP, и как будто бы никуда не переходите. При этом, может быть, связь с системой один из документов оборот, где у нас могут храниться документы, как, ну, то есть документ оборот может использоваться как библиотека файлов. Это один из способов использования документа оборота, то есть у нас там лежат файлы, и пользователь как будто бы смотрит их в ERP, но на самом деле он находится по ссылке, переходит в документ оборот и видит в документ обороте. То есть само хранение документов у нас происходит через документ обороте. Может использоваться для запуска бизнес-процесса, то есть согласование документов, там, комплексный бизнес-процесс у нас происходит в ERP, при этом пользователь как будто бы, сами процессы происходят в документ обороте, и при этом пользователь как будто бы никуда не переходит, как будто бы он находится в ERP и видит все в ERP. На самом деле весь основной процесс он там, в документ обороте. И также может использоваться документ оборот как архив документов. Это тоже наболевшая такая, очень наболевшая тема, как для хранения документов, хранения архива. Я сама как-то отработала в крупном офисе IT-интегратора, где у меня в месяц проходило порядка двух с половиной тысяч единиц документов, только через мой отдел. В основном это были бумажные документы, и дома тогда только начинали переходить на электронный документ оборот, и найти в таком огромном количестве, упорядочить, найти что-либо. У нас была огромная комната, и мы прикладывали эти стопки с места на место, и пытались что-то найти, и это было что-то с чем-то. Поэтому вот эта задача, что же организация хранения архивных документов, тоже у нас решает документы обороты, и через веб-сервис, через бесшовную интеграцию, это очень удобно делается, даже не нужно изучать интерфейс другой системы. То есть мы находимся в ERP, и максимально комфортно проходит работа пользователя в системе. Для того, чтобы у нас работала бесшовная интеграция, ну, тут немножко... Скажите, кто в документ обороте 2.1 работает? Может, кто-то работал 2.1, кто-то не работал. Мы сегодня смотрим с вами троечку, документ оборот 3.0. Может, у кого-то есть опыт работы с документ оборотом 2.1. Так, в чате не вижу что-нибудь. Может, меня не слышно, коллеги? Напишите мне, что живы. Я сижу тут у себя в комнате, веду вебинар. Да, вижу. Плюсик. Периодически поддерживайте меня, пишите, чтобы я понимала, что я тут не одна. Для того, чтобы вот в двойке у нас все работало, да, вот я вижу, что коллеги работают в 2.1, чтобы в двойке работала бесшовная интеграция, там у нас должна быть опубликована только база документа оборота. Вот. Для работы в тройке у нас опубликованы две базы и документы оборота ERP. И мы сегодня с вами тестовый контур это посмотрим. Есть у нас инструкция, которая позволяет, стандартная инструкция, которая позволяет нам на веб-сервере опубликовать наши базы. В общем-то, достаточно стандартная, несложная инструкция, которую может выполнить ваш специалист технически на предприятии. Самое интересное у нас происходит потом, когда база опубликована, и когда мы уже настраиваем самую бесшовную интеграцию. Так. Теперь мы, наверное, с вами посмотрим на примере. Так. Вот это то, о чем я говорила, что у нас в 1 и в 3.0 есть. И мы, наверное, запущу я вас показать, как у нас это происходит. Скажите, пожалуйста, видно сейчас у нас удаленный рабочий стол с базами 1С. Сейчас лишнее окошечек. Позакрываем. Видно. Все. Супер. Базы у нас уже подготовлены и опубликованы. Вот. Поэтому, что мы с вами смотрим? Мы сегодня смотрим демонстрационную базу 1С ERP. И смотрим с вами демонстрационную базу документа оборота. Есть у нас некоторые окошечки уже открытые. Я подготавливала. Так. Ну, давайте сначала посмотрим, где у нас происходят настройки бесшовной интеграции. Там у нас уже есть опубликованная наша база. Мы сейчас находимся под доступом технического специалиста. Про интерфейс рассказывать не буду, потому что у нас там выделенные вебинары были под интерфейс. Если будет желание, можете посмотреть. У нас есть в разделе настройка в режиме технического специалиста настройки интеграции. Здесь мы задаем то, что у нас будет получать наш документ оборота с ERP. Здесь прописываем наш адрес публикации. Так. Где мы у нас? Вот. URL. Наши базы, с которой мы по бесшовной интеграции интегрируемся. То есть, если мы пропишем, что будет, если мы пропишем не тот адрес базы. У нас был недавно такой интересный случай, когда у нас был тестовый контур заказчика и был рабочий контур. И они там периодически обновляли тестовый контур до рабочего, потому что настройки в рабочем некоторые делались прям сразу на бою. И то из-за тестовый в рабочую или до работки то обратно перекидывали и все перепутали. у нас технический специалист от заказчика перепутал базы, адреса баз. И у нас из тестовой базы данные уходили в рабочую базу ERP. То есть, интеграция шла с рабочей базы ERP. Очень интересно было, когда мы пытались понять, что же у нас за данные такие приходят, до сюда ходят. Вот. Поэтому с этим нужно очень внимательно работать и нужно четко понимать, с какой базой вы интегрируетесь. также мы задаем для обмена нашего специализированного пользователя, который у нас именно работает для настройки интеграции. То есть, один выделенный пользователь, которого мы используем. так, я вижу, что у нас есть там вопросики, я тогда на конец вебинара их оставлю, если получится, то в течение отвечу вебинара, если вдруг мы не уважимся, не успеем, то мы в любом случае на них ответим. Рассылка. Так, тут же настраивается у нас, как часто мы обновляем связанные объекты. В чем суть? У нас нет единого пространства такого, что мы оперативно только поменяли в одной системе и тут же у нас данные поменялись в другой системе. то есть это у нас выполняется определенными заданиями системы и происходит с определенной периодичностью. И сообщения о хранении у нас тоже сообщения о интеграции тоже у нас хранятся определенный период времени. Для чего? Для того, чтобы не перенапрягать систему, не перенагружать ее, чтобы был порядок в наших обменах данными, у нас настраивается оптимальный срок хранения сообщения обмена, чтобы мы могли воспользоваться тоже этим архивом и понять, что у нас с обменами происходило. Мы могли увидеть историю отправки, очередь отправки сообщений, проанализировать, что у нас было отправлено, где у нас были ошибки, что происходило с системой, но в то же время, чтобы этими сообщениями у нас не перенагружать нашу систему. Потому что мы понимаем, что любые данные занимают место. И у нас есть расписание, в котором у нас проходит обмен, у нас есть регистрация изменений, которая происходила, и задать пользователю, мы с вами посмотрели пользователя. Итак, мы настроили правила расписания обмена и регистрации изменений. Мы переходим с вами к самим правилам запуска данного документа оборота. Сейчас, напомню, мы с вами находимся в документ обороте. Внутри документа оборота, потому что мы потом еще и рп посмотреть. Здесь мы создаем наши правила по документам. У нас с вами демонстрационная база, и та, и вторая база, они демонстрационные, поэтому здесь есть некоторые виды документов, которые у нас были уже преднастроены заранее в нашей тестовой базе, но на другом контуре, поэтому их мы не трогаем, за них я тут отвечать не могу. Сейчас посмотрю пользователи, вроде бы не подключался больше. Так, мы тогда с вами смотрим нашу настройку, которая заранее у нас была настроена, заявка на оплату, заявка на расходование денежных средств. Сейчас подробно рассмотрим этот настройк, то есть для того, чтобы создать настройку, мы нажимаем кнопку создать, система у нас видит, так как мы уже адрес публикации прописали, то есть системы у нас друг друга видят, то есть через веб-сервис они видят друг друга все объекты и могут понимать, какой объект у нас с чем соединяется. Вот, то есть у нас объект заявка на расходование денежных средств, она у нас попадает уже в наш документ, в документы обороте и мы сейчас смотрим наши документы документа оборота, наши документы видим, его реквизиты, то есть это у нас реквизитный состав нашего документа, который находится в документ обороте и говорим системе, какие данные у нас должны попасть сюда, в наш документ, то есть мы можем посмотреть вот сейчас мы заявка на оплату вот она у нас заявочка вот она у нас наш объект системы документа оборот вот в эти поля в эти реквизиты у нас попадут реквизиты из ERP то есть мы настроили с вами настраиваем с вами сейчас смотрим настройки как у нас заявка на оплату и заявка на расходование денежных средств между собой связаны с реквизитами исполняем правила запуска ничего сложного в общем-то здесь нет то есть это делает обычный аналитик каких там супер мега знаний программирования особых не требуется если у вас нет каких-то сложных алгоритмов то есть если нужно установить соответствие то мы просто вручную где здесь у нас было соответствую ну вот допустим у нас сейчас системы справочники не идентичные в двух системах поэтому допустим одно из правил рассмотрим у нас есть реквизит документообороте и мы говорим каким значением его заполнять реквизит в документообороте получатель мы раскрываем настройку правила заполнения реквизита и смотрим что же нам тут нужно мы можем заполнить из реквизита объекта интегрированной системы тогда мы можем выбрать справочник из значений которого мы будем заполнять данный реквизит так как у нас справочники неидентичные если мы сейчас таким образом выполним настройку у нас соответствующее значение просто не будет найдено и будет ошибка мы можем выполнить настройку из выражения на встроенном языке тогда здесь вероятно понадобится либо аналитик либо разработчик либо аналитик с знаниями которые позволят на встроенном языке сконструировать логику что у нас будет подставляться в это значение реквизита либо нам нужен разработчик который напишет код позволяющий выполнить ту операцию которая нам не нужна либо мы можем указать что не заполнять при этом у нас есть обязательные реквизиты и без указания правил заполнения по ним нам система просто не даст настроить интеграцию сейчас зная что у нас справочники не идентичны мы системе говорим что мы заполняем всегда Яковлеву Сергею Петрович независимо что у нас пишется в ERP у нас фиксированное значение появляется в этом поле в нашем документе документ оборот и аналогично мы проходим по всем полям нашего документа и проставляем те реквизиты которые мы хотим отправлять причем это могут быть как обычные реквизиты наши штатные конфигурации заложенные в конфигурацию так у нас могут передаваться и доп.реквизиты так мы с вами посмотрели сейчас как у нас выглядит настройка правил загрузки данных документа обороте записываем закрываем и еще раз покажу где у нас это находится вот она наша заявка на оплату заявка на расход денежных средств документ который у нас крируется теперь мы приходим в нашу ERP и смотрим что же у нас настройка какая там происходит так вот она у нас наша ERP система здесь у нас настройка интеграции бесшовной происходит в разделе инси и администрирование я думаю те кто у нас работал с документом оборот 2.0 они у нас скорее всего знакомы с этим интерфейсом как у нас настраивается эта интеграция тут же у нас указывается наша ссылка на документ оборот точно так же то есть здесь адрес публикации базы документ оборот очень внимательно за этим следите еще раз повторяю потому что это у нас важный момент тут у нас используется наш пользователь который выделен специально для интеграции что тут важно отметить включаем саму интеграцию с документ оборотом и включаем будем ли мы использовать только для хранения присоединенных файлов либо мы используем для согласования в том числе через документ оборот то есть сами процессы мы будем использовать в ERP либо мы будем только либо мы будем только хранение файлов использовать вот мы вставляем нужные нам настройки и указываем какой у нас максимальный размер файла максимальный размер файла тоже важно учитывать но важно учитывать что это может тоже где-то в какой-то момент сказаться если вы указываете слишком маленький размер файла вам система будет говорить об этом если учитываясь в общем свои потребности вот далее настраиваем как часто у нас будут связаны объекты обновляться настраиваем расписание задаем служебного пользователя мы его задали так и настраиваем правила интеграции то есть там документы обороте когда создали нашу настройку то здесь в ERP она автоматно появилась в виде друг друга мы мы с вами сейчас посмотрим как у нас выглядит правила интеграции настройка здесь так то есть здесь точно так же мы можем задавать настройки сейчас у нас некоторые настройки наши заданы то есть то у нас будет заполняться ERP из документа оборота вот для того чтобы пройти полный цикл то есть если у нас сложный бизнес процесс обычно как делать мы учитываем какие реквизиты ну то есть вначале мы понимаем какие данные у нас куда передаются в каком обязательно в каком формате они передаются в какой момент они должны передаваться когда и какие статусы состояния документа у нас передаются какие реквизиты должны быть доступны в одной и во второй системе но вот как мы делаем при настройке при бесшовной интеграции когда мы приступаем до бесшовной интеграции я лично использую Excel таблицу такую большую где у нас учитываются графы кто заполняет реквизит в какой момент заполняет реквизит из какой в какой системе заполняется реквизит в какую систему она должна поступить либо не должна поступить в зависимости от того используется ли она в ERP или нет и ну естественно формат данных потому что если у вас формат данных если у вас справочники не идентичные в двух системах то это будет проблематично для бесшовной интеграции вот и две части процесса две части внедрения бесшовной интеграции когда мы настраиваем все внутри документа оборота сам вид документа сам бизнес процесс и когда мы это все объединяем с задачами которые мы решаем в ERP вот оно должно работать в итоге как единый организм решать одни и те же задачи это очень важно для внедрения делая каждую настройку нужно понимать для чего вы этот реквизит куда передаете тогда будет понятна логика просто нажать кнопочку и выбрать там настройку стандартную это проще простого а вот самое главное это придумать и продумать как и что из этого будет использоваться в той или иной системе вот эта аналитика она гораздо важнее даже чем уже выполнение настроек самих технических технические настройки они достаточно логичные и на мой взгляд несложны в бесшовной интеграции так настройки у нас настроены мы опубликовали две базы получается и они у нас были опубликованы и выполнили настройки правил интеграции двух систем теперь мы с вами можем смотреть соединились ли наши системы или нет как у нас там соединение прошло мы с вами делали заявку на расходование денежных средств с вами идем в казначейство и попробуем сделать заявку на расходование денежных средств создать в документ обороте по ссылке документа документа оборота сейчас у нас нажали на нашу ссылочку документа оборот и у нас создался документ заявка на оплату при настройке нашего бизнес процесса то есть мы сейчас находимся в ERP с вами для пользователя он находится в ERP при этом сейчас мы находимся в заявке на оплату если у нас настроен бизнес процесс документа обороте то опять же не сразу не мгновенно а в зависимости от настроек вашего бизнес процесса и настроек вашей интеграции задачи мы уже видим ваш запущенный бизнес процесс он будет появляться здесь сам документ заявку на оплату мы видим здесь мы можем с вами зайти в документ оборот и тот же самый документ мы там увидим вот сейчас мы с вами посмотрели как у нас настраивается бесшовная интеграция на примере тестового контура так и мы с вами вернемся сейчас к нашей презентации так вопрос вижу так вопрос у нас достаточно много попробуем забрать их сейчас мы пройдем по основной теме я предлагаю сначала по основной теме пройтись и дальше вернуться к нашим вопросам тема интересная тема интеграции практически безграничная вот если у вас есть желание на каких-то конкретных кейсах разобрать там интересные темы по обешевной интеграции какие-то особые виды документов там у вас есть какие-то кейс сложности со сложностью столкнулись при настройке дешевной интеграции вы пожалуйста сейчас об этом тоже в чат напишите потому что я думаю что на такую объемную тему мы сделаем еще парки вебинаров по дешевке и разберем там какие-то конкретные кейсы мы сейчас настройки посмотрели можем прямо разобрать какую-то проблематику поэтому не стесняйтесь пишите чат мы видим итак дешевную интеграцию мы с вами разобрали что же делать когда нам все-таки нужно уединить каким-то образом систему когда у нас есть справочники определенные но мы не можем использовать веб-публикацию на веб-сервере когда у нас есть данные ограничения тогда мы еще не рассмотрели с вами вопрос что у нас бесшумная интеграция она не со всеми системами она с большинством систем используется самых популярных но все-таки ограничения у нас есть сейчас доступные у нас на экране с чем мы можем бесшумную интеграцию бывает такое что либо у нас нам нужно интегрироваться с системой которая допустим справочники интегрировать которая у нас состав перечень этих программ не входит либо у нас есть ограничения наши допустим от службы безопасности что мы не можем настраивать бесшумную интеграцию не можем публиковать программу достаточно часто с этим сталкиваемся тогда у нас есть универсальный обмен данных которые мы стандартно используем то есть если у нас нужно допустим нормативно справочной информацией обменяться допустим справочниками контрагента контактные лица организации физлица особенно допустим у нас есть бухгалтерская система есть документы обороты и нам нужно чтобы справочники у нас были идентичные чтобы не было ошибок у нас процессов тогда мы можем использовать обычный универсальный обмен данных которые у нас используются и в других программах для этого есть стандартный функционал мы его используем через это есть у нас пути либо через папку на диске либо через электронную почту либо через FTP то есть эти инструменты у нас пользуются уже испокон боков я думаю что чаще всего вы уже сталкивались с этими средствами обмена ранее дешевная интеграция она у нас все-таки эврика новшество удобство пользователей сейчас очень популярно но сложнее в настройке и дает больше плюсов но все-таки у нас универсальный обмен данными он еще никуда не уходит он у нас работает и один из самых популярных средств обмена вот так что у нас еще есть из удобного но решили все-таки затронуть в теме интеграции также и работы в облаке для чего служит у нас облако что это такое когда у нас программа размещена в облаке мы можем дать к ней доступ практически очень быстро и удобно любому пользователю мы можем работать через браузер без особых дополнительных настроек вот с помощью облачной технологии так скажем облачной технологии она очень популярна сейчас как у 1с то есть она позволяет не хранить на своих серверах программу так и многие IT-компании интеграторы тоже составляют такую услугу ну и в общем облачная технология она позволяет избавиться от этой привязки к физической программе к физическому размещению программы то есть здесь некая такая альтернатива интеграции поэтому здесь мы ее затронули так сегодня мы с вами получается разобрали достаточно подробно бесшовную интеграцию веб-сервисы и посмотрели на примере разобрали универсальный обмен данных и его плюсы и как альтернатива облачную систему фреш так я сейчас посмотрю что у нас с вами вопросиком в чате так есть у нас вопрос куда физически складываются файлы в 1с.do тут вопрос в том куда вы хотите складывать файлы насколько много у вас на самом деле файлов используется то есть есть два подхода к хранению файлов в документообороте первый подход когда у нас файлы хранятся в системе в самой программе при этом надо понимать что ваша база 1с она будет раздуваться такой подход можно использовать если у вас немного документов небольшой документ поток и именно хранение файлов в большом количестве у вас не предусмотрено при этом у вас нет возможности обеспечить хранение на серверах документов то есть серверного пространства у вас не предусмотрено такого обслуживания этого серверного пространства то можно документы хранить прямо в программе 1с но со временем ваша база будет раздуваться раздуваться и раздуваться и в этом надо себе отчет отдавать это как будто бы проще на начальном этапе внедрения но в дальнейшем надо понимать что это будет раздувать вашу программу Второй подход это хранить на сервере документы, то есть интерфейс для пользователя разницы никакой нет. Он видит документ там, где он, файл документа там, где он привык видеть во вкладке обзор. На самом деле документы хранятся на сервере и пользователь туда приходит по ссылке из программы 1С. Для этого требуются определенные дополнительные настройки на стадии внедрения принимаются. На стадии обследования обычно понимаются вводные данные, как же все-таки будет правильно хранить эти файлы в самой базе, либо на сервере принимается решение и в план работ включаются работы по настройке хранения файлов. Допустим, на вашем сервере. То есть есть так и так возможность, это можно смотреть. Можно ли в документы оборот в дешевую инфекцию отправлять всходящие письма, а не документы? Да, можно. И мы здесь будем, наверное, делать дополнительный вебинар, рассказывать, как это, рассказывать об ограничении. Это очень хороший вопрос, хорошая тема и хорошая тема для наших будущих вебинаров. Следите за нашими анонсами, мы это покажем. Мария, как быть в такой ситуации, если настроить несколько правил со справочником договора с контрагентами и со стороны ЕРП создавать карточку договора на основании задачи? То предлагаются правила, которые называются одинаково, договор с контрагентом. Можно ли как-то изменить их название? Так, ну, запрос, видимо, интересный, но пока не совсем могу представить себе картину. То есть для рассмотрения все-таки надо бы посмотреть, как это выглядит, может даже в вашей базе. Я говорила, что у нас есть встреча для каждого участника, совершенно бесплатная. На ней мы можем посмотреть, что у вас за проблема. Может быть, организовать онлайн-встречу и проведете демонстрацию экрана, покажете, как в вашей базе выглядит. И мы какое-то решение, возможно, вам подскажем, найдем. Вот, это у нас Катерина, Катерина Павлова. Я зафиксирую, что от вас был вопрос, и когда вам рассылочка придет, можете прям в ответ на рассылку написать, что запрашиваете встречу. Мы вам встречу назначим. И разберем вопрос. Это более подробно. Далее у нас от Елены вопрос. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как вы обычно спускаете процесс согласования договоров при желании использовать клиентам интеграцию DO и ERP? В какой системе начинается процесс DO или ERP? Каким образом транслируется интегрированную систему? Используете ли вы типовую интеграцию? Так, ну тут несколько вопросов на самом деле. Как вы обычно запускаете процесс согласования? Так, я сейчас видео хотела включить, потому что не видно, а я с вами разговариваю. Вопрос, как вы запускаете обычный процесс согласования и с какой системы? Ну, во-первых, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо подробно описать ваш процесс. Как это нужно именно, как это у вас происходит? Где у вас начинается данный бизнес-процесс? С какого документа у вас начинается бизнес-процесс? Допустим, ну, приведу пример, допустим, согласования документов претензии. Прямо вот недавно был кейс, там большой, очень такой длительный, объемный, объемнейший, я бы сказала, процесс, где огромное количество реквизитов, порядка 50 реквизитов, которые в разные моменты заполняются разными пользователями. Там конкретно, там процесс начинается с момента продажи. То есть мы цепочку начинаем отслеживать и описывать бизнес-процесс в момент того, как мы продали заказчику. У нас случилось какое-либо происшествие, допустим, там бой при транспортировке. И от этого уже создается документ претензии в ЕРП. Далее формируется заявка на согласование претензии в документ обороте. И эта заявка у нас согласовывается в документ обороте. Вот, то есть начинать всегда нужно и анализировать всегда нужно с описания вашего процесса. Кто, когда, при каких обстоятельствах начинает этот, ну, вообще по сути процесс, бизнес-процесс, как у вас начинается. И тогда, только когда у вас все это описано полностью, вы можете это наложить на систему. Пока полностью непонятен ваш бизнес-процесс, ответить, где, в какой системе нужно, какой шаг выполнять, невозможно. Нужно полностью понимать ваш бизнес-процесс. Тоже могу сказать, что у вас есть встреча, которую мы можем с вами провести. Посмотрите кейсы, какой конкретный документ, какой так, документ оборот с контур-диадок. А, вот, я вижу, не дочитала с контур-диадок. С контур-диадок, да, у нас тоже есть, кстати, опыт интеграции. Вот, но опять же, нужно процесс. Когда вы эти документы получаете, где вы их отправляете, потому что очень часто документ, допустим, регламентированного учета, если вы подписываете через контур-диадок, то все-таки, наверное, интеграцию лучше делать в ERP, потому что это регламентированный учет. Если вы ведете учет договоров и юридические договоры подписываете через контур-диадок, то эта интеграция уже должна быть все-таки с документ оборот. Если вы регламентированные документы ведете как вид документа в документ обороте, то тоже есть вариант делать интеграцию по регламентированным документам, тоже документы оборваться. То есть надо целый ряд факторов учитывать, и тогда мы можем на этот вопрос ответить. Так, к кому можно обратиться? К нам можете обратиться, мы можем также встречу провести. И разобрать ваш кейс, разобрать ваш процесс. Может быть, какие-то рекомендации дадим. Есть стандартные интеграции с системами электронного документа оборота. Есть внутренние электронные документы оборота. И до внутренней встроенной во все программы 1С можно его как вариант использовать. То есть тут большое количество вариаций. Это я отвечаю сейчас Семенову Сергею Анатольевичу. Так. На ваш контакт сейчас мы выгрузим. Ну, мы сделаем выгрузку наших сообщений. Менеджер тогда с вами свяжется и предложит вам встречу. Мы с вами свяжемся. Может быть, я попаду на вашу встречу. Может быть, другой специалист. Контакты сейчас ваши тогда зафиксируем. Спасибо. Так. Если я просто на второй монитор смотрю регулярно. Смотрю ваши вопросы. Я смотрю, что пока вот из чатика мы ответили на все вопросы. Тогда если вдруг у нас что-то еще прилетит, мы уже в рассылке ответим. Для всех есть контакты. В правом верхнем углу указана почта и телефон, к которому вы можете обратиться. Следите за нашими вебинарами. Максимально стараемся раскрывать под ваши запросы в том числе. Максимально практически показывать. Так что будем рады любой обратной связи. Спасибо вам за внимание. Ну и хорошего дня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»